Кризис с беженцами в Европе приобретает новые оттенки. Раз справиться с волной мигрантов пока не удается, европейцы пытаются получить хоть бы какую-то выгоду от местонахождения нелегалов на их территории. Теперь в некоторых странах Евросоюза на беженцах стали просто зарабатывать. Дмитрий Малышев продолжит. Еще вчера финские власти с ужасом констатировали. Все центры по приему беженцев забиты до отказа. Красный Крест даже планировал арендовать корабль, чтобы хоть на нем собрать нуждающихся. Но Брюссель, решая глобальные задачи, неумолим. Квоты есть квоты. 45 беженцев под покровом ночи въехали в Лахти, один из культурных центров страны. Обычно там встречают органной музыкой, но не в этот раз. Демонстранты, один из которых был одет в костюм Куклуксклана, закидали фаерами и работников Красного Креста. Жители Лахти берутся за камни, потому что у них в городе, на территории бывшей казармы, вырастает новый пункт приема беженцев, и он станет крупнейшим в стране. А вот как к беженцам сегодня относятся в Швеции. И король Карл XVI Густав и наследная принцесса Виктория побывали в специальной школе для детей-мигрантов. И пока они пели песни и читали монархам стихи, в королевство возвращались 300 иракцев, не оценившие нордическую суровость финского гостеприимства. Журналисты с удивлением отмечают, что беглецы от войны все чаще жалуются. Но отсутствие баров. В Финляндии нам были не рады, не то что в Швеции. Если честно, все, что мы увидели в Финляндии – протесты против беженцев. Там нам даже воды не предложили. И как только Рашид договорил, пошел дождь. Да и вообще стало холодать в Европе. Предприимчивые шведы развернули на беженцах бизнес. На подростках. Афганцах. Этот материал предоставили нам коллеги шведского канала СВТ. 16-летний Юсеф Машини из Афганистана. Мы застали его на кухне. Все как обычно. Юноша помогает семье по дому, а та в ответ кормит, учит и поддерживает. Его выгнали из дома. Посчитали, что он мало приносит денег. И сказали, мы получаем на еду для тебя всего 65 крон. Выбирай. Либо завтрак, либо обед, либо ужин. Сегодня у Юсефа все хорошо, но мы все равно не покажем его лица. Ведь такие, как он, не хотят быть на этом рынке товаром. Сейчас эта семья может рассчитывать на 12-18 тысяч крон государственного пособия. Это подталкивает некоторых желающих заработать, звонить напрямую в муниципалитеты и открыто торговаться. Неудивительно. С начала этого года в королевство с просьбой об убежище обратились 65 тысяч человек. Среди них и рекордное число детей без сопровождения взрослых. Более 12 тысяч. Да какая работа! Дети на руках! Для итальянского лагеря беженцев классическая картина. Эти слова и эти кадры услышит весь мир, а вот эту статью прочитают, пожалуй, только итальянцы. Автор утверждает, что деньги, которые Италия ежедневно выдает мигрантам, тратятся на потребу самым низменным инстинктом. Мы же держим пари, что итальянские граждане были бы рады экономить 75 евро в месяц, которые выделяются в течение года на каждого беженца, нашедшего тут приют. Так вот, с полной уверенностью можно утверждать, деньги налогоплательщиков оказываются на кону. В прямом смысле. Беженцы играют на пособия. Сегодня в редакцию газеты поступили новые фото. Их сделал советник городской администрации. Джакомо Маскаролло нашел беженцев во всех игровых залах города. Для немцев, скажем, этот вопрос решенный. Деньги в руки беженцам не дают. А вот в Италии беглецы от войны делают ставку с нулевым риском. Проигрыш итальянцы уже оплатили. Дмитрий Малышев, Первый канал. Дмитрий Малышев, Первый канал.